В Алматы впервые проходит республиканский чемпионат по робототехнике. В нем участвуют 15 лучших университетских команд. С нами на прямой линии сейчас наш корреспондент Анастасия Валикжанина. Добрый день, Анастасия. Расскажите, в чем уникальность этого турнира? Добрый день, Динара. Прежде всего, это первый такой крупный чемпионат страны IITU Robocon 2019. В турнире отличная возможность заявить о себе, получить современные технические знания. И кто знает, возможно, на этой площадке родится идея стартап-проекта. Соревнования между командами проходят на базе платформы Arduino. Она позволяет разработать робота с нуля, начиная с конструкции, механики, электроники и заканчивая написанием программы интеллекта робота. За звание чемпиона поборются сильнейшие команды страны. Ну а самое лучшее отправится на международный престижный турнир ABU Robocon, который в этом году пройдет в Монголии. Рядом со мной проректор Международного университета информационных технологий Медед Тургамбаев, который готов подробнее рассказать о чемпионате. Медед Камалович, добрый день. Ну расскажите, на сколько этапов поделен этот турнир и какие задания предстоят ребятам сделать. Здравствуйте. Сегодня у нас принимают в нашем республиканском чемпионате 15 вузовских команд. Из них 10 команд являются с нашего города Алматы. Оставшиеся 5 команд из регионов, из таких городов, как Астана, Павлодар, Ускаминогорск. У нас оно состоит из нескольких этапов. Изначально мы написали все письма во все вузы республики Казахстан. При внятии, скажем так, участия в таком чемпионате изъявились желания из них 15, которые сегодня у нас принимают участие. Второй этап – это подготовка. Наш университет, хочу отметить, что не является участником, он является организатором. От нашего университета мы выделили для каждого вуза менторов, которые в течение вот этих вот 7-8 месяцев готовили и довели до сегодняшнего дня. Хочу отметить, что наш университет является центром компетенции по робототехнике у нас в стране. Это доказывает то, что мы ежегодно принимаем участие в международном чемпионате и бюро Бакон, который проходит в таких регионах, как Китай, Индия, Индонезия, Малайзия и так далее. Мы занимаем твердые 12-15 места среди 30-35 стран-участников. В рамках данной компетенции в прошлом году нашим университетам были открыты 10 школах города Алматы, лаборатории робототехники. Помимо этого нашим университетам были разработаны учебные программы, которые были утверждены Министерством образования и науки, по которым были обучены 80 специалистов УРЛ, которые, в свою очередь, обучили более 2,5 тысяч преподавателей средних школ по нашей программе. Также наша программа была бесплатно передана. Помимо этого, мы ежегодно проводим чемпионат среди школьников ITU, Robocon Games. Скажем так, 4 года назад мы начали среди 15 школ, а в этом году мы провели среди 30 и довели уровень до республиканского. Ну и подробнее о задании. О задании подробнее. Это формат нашего международного чемпионата EB Robocon такой же. У нас в центре является большое поле, которое делит поле на две зоны, красную и синюю, где каждая команда должна подготовить двух роботов. Один робот автоматизированный, другой управляемый. И каждый робот должен на этом поле выполнить соответствующее задание. В данном случае это управляемые автоматизированные роботы должны шарики закинуть в лунки. Ну и есть еще робот автоматизирующий, который должен отправить ракету на Луну. За короткое время, время выдается 3 минуты, кто раньше закончил, тот и победил. Также хочу отметить, что у нас предусмотрены ценные призы. Первое место мы подарим 3D принтеры, второе место квадрокоптеры и третье место ноутбуки. Ну а также хорошо отметившиеся члены команды мы в будущем возьмем с собой на международный чемпионат EB Robocon. Спасибо вам. Ну а я передаю слово студии в Астане Динара. Спасибо большое. Это была наша корреспондент Анастасия Валикжанина. Она рассказала нам о том, как проходит республиканский чемпионат по робототехнике в Алматы.